Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Хорошо, все, как всегда. Ну, а еще с нами наш добрый друг, компания «Водострой», которая предлагает шикарное, отличное, великолепное, прекрасное жилье по самым доступным ценам. Ваша идеальная квартира уже ждет встречи с вами в жилом комплексе по улице Сергея Ушакова, 13. Вдали от больших дорог с детской и спортивными площадками, с просторным двором. Рядом детский сад и школа. Продаются квартиры в готовых и строящихся домах от надежной компании «Водострой». Проектно-декларация на сайте www.destroy.net. Звоните 24-04-04. Программа «Доступная среда» реализуется правительством с 2011 года и направлена на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. Они включают в себя оборудование различных городских объектов и изделиями, которые помогут людям с ограниченными возможностями намного лучше ориентироваться в пространстве, свободнее перемещаться по улицам или внутри зданий. Ну и легче приспосабливаться к независимой жизни. Наш город тоже не отстает и на многих тротуарах появилась тактильная плитка. Такая специальная брусчатка помогает слепым людям легче ориентироваться в пространстве. Да, это конечно большой шаг. Но вот много ли, Андрей, ты видел людей на улице с белой трустью? Ну, вообще вижу. Не скажу, что часто, но вижу на самом деле. Да, ну, на самом деле это слабовидящие люди, таких, к сожалению, достаточно много, но вот именно с такой тактильной тростью надо уметь обращаться. И этому научат на специальных курсах. Поэтому сейчас мы посмотрим видео, как адаптируются люди с ограниченными возможностями к жизни, комфортной жизни в окружающей среде. Ольга и Ольга, не только тезки, но и родственники. Они учатся ходить под ручку правильно. Почему? Да потому, что тетю уже много лет не видит. Потому племянница, чтобы стать сопровождающей, приходится учиться. Благо в библиотеке слепых начался курс обучения ходьбе с тактильной тростью. Мы рассказываем о приемах сопровождения. Их обязательно надо знать родственникам. Общение, как правильно общаться с незрячими. Все это мы рассказываем на наших курсах. Семейных пар на курсах много. Мамы и дочки, мужья и жены. Все, кого коснулась болезнь, пришли, чтобы узнать, как правильно обращаться с белой тростью. А тонкостей оказалось много. Сопровождающий должен быть впереди. И незрячий должен сам держать за руку. Мало кто знает, белая трость не только помощник в передвижении, но и отличительный знак слепых, чтобы окружающие могли вовремя помочь. В нашем городе такой предмет скорее редкость, чем правило. А ведь он мог бы облегчить взаимодействие слабовидящих с окружающими. В Германии вообще запрещено незрячему выходить без трости на улицу. А в Германии они могут получить административное наказание в виде штрафа. У нас такого нет. Техника обращения с тростью и умение передвигаться самостоятельно в условиях города – лишь часть адаптации слепого человека. Правильное поведение близких – не менее важная составляющая. И тут, как это ни странно, надо оставить излишнюю заботу и дать возможность быть по-настоящему самостоятельным. Мы два инструктора, мы родственники. И мы знаем все тонкости реабилитации. На своем примере. На своем примере. Самое главное – это убрать вот эту гиперопеку. Ничего стараться меньше делать за незрячего. Он сам практически может все сделать. Все. И дать ему развиваться, дать ему быть мобильным. Вот родственникам только терпение, чтобы они терпели. Потому что инвалид, ну представляете, он видел, а потом сразу бах и нет. Терпеть, потому что мы люди настроения. Когда что-то не получается, вот тогда и нужна поддержка родственников. Чтобы по-настоящему помочь родственнику со слабым зрением, прежде всего нужно научиться четко и понятно объяснять траекторию движения. Например, влево, вправо, вперед, назад. Проявлять терпение и чаще общаться по душам. Ведь это необходимо тем, кто потерял зрение. В общем, друзья, мы призываем быть внимательнее к ближним своим. Возможно, кому-то вот так на улице нужно будет уделить чуть больше внимания или оказать помощь. Да, вам все будут благодарны. Да. Ну что, продолжаем. Андрей, у меня есть у тебя такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как у тебя с математикой, с числами? Я знаю, что ты гуманитарий. Тем не менее, освоил ли ты уже хорошо счет? Я, ну, на палочках, естественно, соответственно, на камушках, на жемчуге, которые я забрал из твоей квартиры, пока ты не видел. Ну, в общем, говоришь, по тебе же видно, ты без своих великолепных этих бус, жемчужных. Скажи-ка, опять, а какой-то подвох, что будем решать задачки или что? Нет, ты можешь выдохнуть, задачек сегодня не будет. За тебя уже, как говорится, все решили. Дело в том, что я знаю одну девушку, которая отлично ладит с числами и знает, что с ними делать, и знает, как по ним спланировать будущий день и даже предсказать судьбу. Как ты здорово хвастаешься. Я тебе больше скажу, что все население нашего города, кто смотрит нашу передачу, уже знакомы с ней. Ее зовут Алия Ахмеджанова, друзья, и она даст нам нумерологический прогноз прямо сейчас. Здравствуйте, с вами Алия Ахмеджанова и рубрика «Нумерологический прогноз» на 23 марта. День энергетически заряжен на большие свершения, и это принесет большую пользу. Но сегодня лучше забыть о личных амбициях, а финансовые вопросы отложить на пару дней. Командная игра, общее благо и идея должны руководить вами. Тогда вы имеете все шансы попасть к начальству на хороший счет. Все то же самое действует и в семейной жизни. Не время для эгоизма. Он, кстати, сегодня и есть разрушительный аспект, который поможет подпортить жизнь. А еще избегайте болтливости. Счастливое число дня – 10. Цвет удачи – белый. Рожденные в этот день люди хорошо усваивают иностранные языки, энергичны и подвижны. Поэтому ваша сфера деятельности – это общение с людьми, творчество и сцена. Субботу посвятите домашним делам. За неделю они накопились. А в воскресенье лучше выйти в свет. Искусство в этот день даст пищу для души. С вами была я, Алия Ахмеджанова. Всем пока! Ну что, дорогие друзья, прогноз нумерологический на сегодня и на выходные узнали. Ну, а теперь постараемся что предсказать, Андрей? Ну, что ты хочешь предсказать? Ты хочешь вести рубрику вместо Алии, скажи? Что ты, предсказатель? Твое вот это 11-е место на битве экстрасенсов. Как оно? А тот случай, когда меня чуть не взяли на Олимпиаду по математике? Ну да, чуть не взяли. Ну вовремя опомнились. Ну вовремя увидели. И не смог рассчитаться на первый-второй? Нет, потому что у тебя не было денег на проезд на автобусе. Да, место проведения Олимпиады. В общем, с цифрами Илья, как мы понимаем, близко не дружит. Но он может предсказать, что ждет нас в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, нас ждет наша любимая, Андрей, с тобой рубрика от Надежды Прада. Мы узнаем, какое настроение у наших горожан. И получим очередной урок истории. Да, ну а пока небольшая короткая реклама. Ну что же, друзья, мы снова вместе с вами. А мы это Андрей Козинский и Илья Зазуля. Илья, вот скажи, на что ты обращаешь внимание у девушки прежде всего? А? Вот так я... У девушки что, когда... Сформулирую правильно свой вопрос. Вот увидел девушку, на что ты сразу обращаешь внимание? На походку? На походку, так. Ну, если у девушки ровная походка, это значит, что... Что девушка еще... Что выходные еще не начались. Да. Ну, а вот многие девушки мечтают, знаешь, о больших глазах. Вот так вот я скажу. И, кстати... Мечтаешь ли ты, чтобы у девушек были побольше глаза? И, кстати, вот хочу так вот очень плавно перейти. В животном мире. Чем больше глаза у зверька, тем он милее. Да. Вот, кстати, вот долгопята. Я больше что скажу. Мы... Я имел честь видеть таких долгопятов лично. Да. И... Они живут на некоторых всего... В нескольких местах во всем мире. Вот, в частности, на Филиппинах. Ну, они очень прикольные. Они пугаются, они делают такие здоровенные глаза. Ну, вот, знаешь, какое вот такое главное прям соцсоции у тебя с долгопятом? Ну, предположи. Давай. Поговори, что у долгопятов глаза больше мозга, Илья. А? Как я тебя заделал? Нет, на самом деле, это шутка. Ну, на самом деле... Я был шестой, был сказать. Да, я все равно ее не понял, да? Да, но на самом деле, нет, просто ты очень тоже милый. Я вот тоже, знаешь, как уже сказал, что знают многих таких людей. В общем, друзья, давайте будем гармоничными. Будем прекрасными внешне и внутренне. Ну, вот, согласен, от меня звучит неубедительно. Очень неубедительно. Не могу за собой повести толпу красавчиков. Ну, а если же вы... Не может быть предводитель такой, да. Друзья, если вы считаете, что большие глаза — это очень хорошо, очень красиво. Очень круто, очень мило. То смотрите рубрику «Наше преображение». Там вас научат всяческие хитростям макияжа. Ну, а для внутреннего содержания просто больше читайте. Всем привет! В эфире рубрика «Преображение» и я ее ведущая Надежда Прада. Черное и белое. У кого-то это сочетание ассоциируется с школьной формой, а у кого-то с дресс-кодом на работе. Но в этом сезоне дизайнеры взяли и сделали его модным трендом. Но согласитесь, такое сочетание может выглядеть достаточно классическим. Поэтому я предлагаю при помощи макияжа показать вам, как можно разбавить такую скуку. Но, внимание, смотрим выпуск до конца, потому что в финале вас ждет сюрприз. Первый этап. Для начала мы очищаем кожу и подготавливаем ее для нанесения базы и тональной основы. Второй этап. Мы подбираем тон для нашей модели и наносим тональную основу на все лицо. Третий этап. Мы оформляем бровки. Оформлять бровки мы будем нашей модели с оливковым потоном. Цвет серо-коричневый. Берем два для того, чтобы их смешать и вывести как можно ближе к родному цвету волос. Итак, четвертый этап. Самый интересный. Мы переходим к макияжу глаз. Сегодня мы будем делать с вами классические смоки. Ну а потом я вам покажу обязательно сюрприз. Главная техника в макияже с моки айс это градиент от темного светлому. Некоторые визажисты начинают так, как я. В орбитальную линию мы заходим со светлым оттенком и после мы все темнее и темнее углубляемся в линию ресничного края. Некоторые визажисты делают это в обратном направлении. Они наносят самый темный оттенок на подвижное веко и после этого они тушуют его светлый. Пятый этап оформления овала лица. Это такие продукты, как хайлайтер, это такие продукты, как скульптор, румяна и обязательно ваша улыбка. Шестой заключительный этап оформления губ. Сегодня мы их оформим в ярко-алый цвет. Итак, офисный вариант макияжа нашего готов, но я не нанесла на наши реснички тушь. Почему? Потому что вы сейчас увидите сами, что будет происходить. Современный ритм жизни диктует нам такие тенденции, что мы часто с работы бежим куда-то на вечеринку. Поэтому сегодня я вам покажу такой прием, как сделать из дневного макияжа быстренько трансформацию в вечернюю. На яблоко в самую серединку мы наносим пигмент. Сегодня я выбрала стального оттеночка. Берем кисть и растушевываем края. Наша трансформация почти готова, но сделаем небольшой акцент на губки. Уберем красную помаду и сделаем эффект стеклянных губ. Вот теперь точно все. Сегодня мы выполнили целых два макияжа. Выбирайте любой. Кстати, совсем скоро мой сегодняшний совет вам пригодится, потому что совсем скоро, 30 марта, пройдет чемпионат юмора и смеха «Смэкс» в горизонте. Ну что ж, Андрей, вот так все девушки могут взять на вооружение, как в следующую пятницу прям сразу же после работы очень быстро трансформировать свой облик и идти на чемпионат, не чемпионат, а на фестиваль. У нас это чемпионат рекламы. У нас это чемпионат рекламы, Илья, в этом году. Перед футбольчиком, да. У нас, да, у нас у меня вот тут зайчика. В общем, кстати, друзья, чемпионат не только самой рекламы, а смешной рекламы. Не зря же называется «Смэкс» – лучшие рекламные ролики. Некоторые даже не ролики, а мини-фильмы. В общем, настоящие шедевры. Ну, тут рецепт очень простой. Хороший видеоряд плюс качественный юмор, конечно же, равняется отличному настроению. Ну, вот именно о настроении и спрашивала наша коллега прохожих на улицах нашего города. И вот какие ответы она получила сегодня. Дела просто отлично. Такая погода хорошая. Что у тебя нового, интересного? Ты учишься? Да, я учусь. Хорошо сегодня две пары было всего. И это просто не может не радовать. А ты на кого учишься? На учителя географии. Я занимаюсь в театральной студии. Уже второй год. Мне очень нравится. Какая такая самая крутая роль, которую ты сыграла? Самая крутая роль – это вот сейчас мы репетируем. Я играю такую немного взбалмошенную женщину, которая очень часто меняет свое мнение и всегда постраивается под разные ситуации. У меня дела отлично, такая хорошая погода, солнышко светит, можно фотографироваться, конечно, одевать тонкие вещи. Учусь я тоже на учителя географии. Мне нравится, но учителям я работать не хочу, потому что сейчас дети, с ними сложно очень поладить. Вот танцами занимались полтора года. Очень нравилось. Но сейчас, правда, не занимаемся, потому что сменился у нас тренер. И ходим на гимнастику в отделах своего института. Все нравится. Ну, футболом занимаюсь. Давно? С детства. Ну, 10 лет, 5, наверное. А, кем ты играешь? Нападающим. Вы знаете, сегодня отличный день, сейчас весна, вот, очень тепло, много улыбающихся людей, вообще все позитивно, очень хорошо. Город чист, убран, все отлично у нас. Я занимаюсь охотой и занимаюсь радио. Вот так вот, охотой? Да. А на кого вы охотитесь, можно узнать? Охотимся, ну, на тех животных, которые разрешены законодательством Российской Федерации. Трофейная добыча, это была кабан, вот, весом порядка более 150 килограмм, и это был, ну, козы были, ну, они намного легче. Могу пожелать всем хорошего весеннего настроения и побольше позитива, побольше улыбайтесь друг другу, и как бы все будет хорошо. Напоминаем, что сегодня 23 марта, и вот, какими событиями отметился этот день в истории нашего города. В прошлом году, например, прошел фестиваль экологических проектов «Экология, молодость, будущее» в Приморской сельскохозяйственной академии. Участниками научного форума стали не только российские студенты, но и гости из Буданцянского университета. Это отличная практика. Международная. Но в 2015 году прошел мастер-класс по художественной гимнастике и провела его для наших спортсменок Наталья Симошкевич. Наталья – призер первенства Советского Союза по художественной гимнастике, мастер спорта СССР. Под ее руководством выросла обладательница серебра на первенстве Европы Дарья Окладникова и призер чемпионата мира в командном зачете Светлана Путинцева. Поэтому наши гимнастки получили просто огромный и бесценный опыт. Да. И в том же 2015 году прошел конкурс-фестиваль «Хранители наследия России». Организаторы праздника – Приморский колледж культуры при поддержке Департамента культуры Приморского края. Своё мастерство на сцене Дома культуры «Юность» показали коллективы и сольные исполнители со всего Приморья. Прямо так и хочется сказать, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Вот так вот. Андрей. Я люблю цитировать на Доклассиков. А кто это был? Некрасов, по-моему. Вам не мешает сходить в Дом культуры «Юность», Андрей? Вы ещё так юны? Нет. Вообще-то это вообще долгоморье. Ну ладно. Какой здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Да, я там был. Да, 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 Андрей. Забьём в гугле. Хорошо. Тогда Пушкин. Угадал, да? О, молодец. В общем, друзья, вот такие события прошли много лет назад. А ещё немножечко истории о нашем городе и крае рассказывает в следующей рубрике. А я пока забью в гугле, кто всё-таки это сказал. Дорогие телезрители, здравствуйте. Мы продолжаем с вами видео зарисовки из Музея природы Школы педагогии ДВФУ. Сегодня мы продолжаем обзор птиц, который встречается у нас в крае, у нас в России и в нашем городском округе. Кто не знает поговорку, каждый кулик своё болото хвалит. Ну, я думаю, многие знают, примерно представляют образ кулика. Вот здесь перед нами кулик, который не совсем типичный по куличиному облику. Но зато об этом представители многие знают с детства, поскольку пели когда-то песню «У дороги Чибис». А вот как выглядит Чибис? Да вот так выглядит эта прекрасная птица, увенчанная голова, вот таким остроконечным хохолком. Сейчас как раз-таки идёт массовая миграция Чибиса, которые из неких районов Китая летят на гнездование. Гнездятся Чибисы у нас главным образом на Приханкайские равнения, но и в районе Уссурийска они есть. Они есть на окраинах наших полей, на пастбищах. Чибисы прилетают где-то в начале марта, числа с 5, 8, 10, когда ещё земля порой покрыта снегом. Это им не мешает найти минимум корма. Затем они начинают гнездиться. Гнездятся они на земле. Гнёзда устраивают на земле. Чибисы очень красивы в их брачном танце. Совершают они этот брачный танец в небе с криками, как принято, вот и говорить «Чивы, чивы». А вот самец самка летает в особом полёте. У самца для этого особые крылья, такие расширенные на концах, издают особые звуки крыльями. Ну, а уже в мае они начнут откладывать самки яйца. И вот тогда как раз-таки, пожалуйста, не поджигайте старую траву. Это очень плохо для многих животных, включая вот эту прекрасную птицу Чибиса. Ну что же, друзья, время передачи подошло к концу. О всём самом важном мы вам рассказали. И нам осталось лишь напомнить вам о нашем конкурсе. Поэтому, пожалуйста, обязательно участвуйте, заходите в Инстаграм, находите наш профиль «Собака» наше всё нижнее подчёркивание «ТМ» и… Получайте призы, выигрывайте, получайте призы. Напоминаем, аккаунт Илья уже сказал. Также приходите на наши мероприятия. Их в ближайшее время целых два. Это чемпионат юмора в рекламе «СМЕКС» и «Фэмили Лук». Кстати, последний пройдёт 13 апреля. Повтор наш программ. Вы можете посмотреть 12.10, 19.30. Ну, а если уж совсем не успели, то добро пожаловать на сайт и на канал на YouTube. Да, сегодня для вас старались, работали, поднимали вам настроение Андрей Козицкий и Илья Зазуля. Друзья, никуда не переключайтесь. Совсем скоро увидимся. Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается. Это наше всё.